Сегодня в Тирасполе вспоминали жертв Холокоста. Геноцид унес жизни более 6 миллионов человек, в том числе и тысячи приднестровцев. На территории нашей республики были гетто, мест расстрелов десятки. Многих людей отправляли в лагеря смерти. Самым крупным стало свенцем, его освободили 27 января 1945. Сегодня в канун годовщины вспоминали жертв Холокоста. В Тирасполе памятник жертвам Холокоста. Собираются бывшие узники концлагерей и их родственники. Несут живые цветы. В годы Второй мировой попала в концлагерь и Татьяна Паята. Она родилась в Белоруссии незадолго до войны. Когда началась Великая Отечественная семья, уехать в эвакуацию не успела. Мама Татьяны помогала партизанам. За это ее расстреляли. А саму маленькую Таню ее сестер приютила соседка. В 43-м их отправили в концлагерь. Оказались мы в распределительном лагере, из которого посылали. Потом в Освенцем была дорога. Но нас все время не посылали и не посылали никуда, не забирали, потому что, наверное, в Германии толку от нас было мало. Это Идрица. Там была до войны. Воинская часть крупная очень стояла. И у них были конюшни. И вот в той конюшне был лагерь организован. Пол такой земляной. Ну и все, и стены, и все. В Идрице Татьяна Паята с сестрами жили примерно полгода. Потом их отправили в Латвию. Заставили работать в одной из семей. Тогда Татьяне было всего пять лет. В 48-м она с сестрами чудом оказалась на пороге детского дома. А в 60-х Татьяна Паята переехала в Цирасполь. А это Герш Калигорский. Ребенок войны. Сейчас живет в Цирасполе. А родился на правом берегу Днестра в Молдавской Тараклии. В 41-м, когда началась война, с родителями эвакуировался в Казахстан. Многие родственники уехать не согласились. Бабушка и дедушка и моя тетя, мамина сестра. Бабушка и дедушка, мамины родители. Они здесь в Бандерах погибли. То есть они остались. Мы эвакуировались, они не захотели поехать. И они остались. Где они именно погибли, мы, конечно, не знаем. И где-то вот здесь, а где именно, мы так и не знаем. Семья Галигорских вернулась домой только в октябре 44-го. Тогда территорию МССР уже освободили от оккупантов. Наши люди все еще оставались в лагерях смерти. Один из самых крупных был Освенцын. Это в Польше. Красная армия освободила узников только 27 января 1945-го. При освобождении концлагеря Освенцев солдаты, офицеры просто приходили в ужас от той машины уничтожения простых людей. Конечно же, память об этом дне должна быть просто потому, чтобы наши дети ни сейчас, ни в будущем не стали ни жертвами, ни палачами, ни просто наблюдающими со стороны. Для кого-то это просто исторический факт, а для потомков жертв, для потомков воинов-освободителей это акт, беспрецедентный акт нацизма, жестокости. И мы должны с вами помнить, что все мы равны, а человеческая жизнь, она бесценна. К памятнику жертвам Холокоста возложили живые цветы, а еще камни. Так, по еврейской традиции, чтут память погибших.